Здравствуйте! Меня зовут Громов Алексей Владимирович. Сегодня мы начинаем курс семинарских и тренинговых занятий, посвященных изучению английского языка. Уровень Begin начинающих. Итак, скажите, пожалуйста, с чего мы начинаем общение в принципе? С приветствием. С приветствием. Молодцы! Давайте запишем на английском языке либо на русском. Формула приветствия или Gritting Formulus. Gritting Formulus. Формулы приветствия. Итак, нейтральными формулами приветствия, которые не вызывают латентного или скрытого конфликта, являются следующей формулой. Голос Аppудмой. Голос Аppудмой. Голос Аppудмой. Как вы трансляете Голос Аppудмой? Добрый вечер, молодцы. Почему я сделал акцент на то, что это формулы приветствия, которые не вызывают некоего латентного скрытого конфликта? Потому что, знаете, не любому человеку, не каждому, можно сказать hello или hi. Это тоже будет правильно. Но это уже формула такого, знаете, некого фамильярного приветствия. То есть, мы говорим hello, hi тому человеку, которого неплохо знаем. В нейтральной же ситуации лучше обойтись вот этим. Удморим, да, вздумы, будильни. Существует такой дидактический прием в педагогике, как троекратное повторение. Для чего? Для того, чтобы, а, вы это услышали и постарались запомнить. А теперь фраза на английском языке. Now please follow my intonation and pronunciation. What did I say? Фраза. What did I say? Что я сказал? Please follow my intonation and pronounce each other. Или please repeat after me. Пожалуйста, что? Повторяйте за мной. Three times. Are you ready? Are you ready? Let's get down. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Скажите, пожалуйста, повторяя, что вы внутренне испытали? То есть вот чисто психологически вы собственно повторяли, или вот какой-то червячок сомнений вас подтачивал? Спокойно совершенно, да? Ну, может быть, как бы не можете сто процентов выразить, или понять то, что я хочу спросить. Было у вас такое чувство? А правильно ли я произношу? Ну, не я, а вот каждый сидец для того, правильно ли я произношу? Было такое, нет? Если нет, отлично. Идем дальше. Вот это вот самое хорошее, самое нужное, самое верное состояние на начальной стадии обучения языков. Следующая фраза. Следующая фраза. How are you? How are you? Please translate. Перейдите ее. How are you? Как дела? Дела. В принципе, интересуют нас, как дела, у того человека, которого мы спрашиваем. Ну, наверное, по большому счету все-таки нет. Но такие ритуалы приветствия существуют. Это так называемые ритуалы поглаживания. В психологии называются ритуалы поглаживания. То есть мы друг друга погладили. Мы поняли, что свой, свой. Поздоровавшись утром в дморе и спросив у человека, как дела, свой, свой. И он нам, естественно, отвечает, как. Теперь по интонации. Все формулы приветствия произносятся с интонацией вниз. С интонацией вниз. Потому что, если мы с вами вот эти вот три формулы приветствия произнесем с интонацией вверх, то это будет до свидания в соответствующее время суток. Например, morning, afternoon, evening, и мы с вами утром, днем или вечером попрощаемся. В английском языке интонация очень важная вещь. Желательно интонацию соблюдать. Для чего? Для того, чтобы достигать коммуникативного взаимодействия. Чтобы говорящие понимали, кто от кого и что хочет. Now, let's repeat it after me once again. Listen and repeat. Слушайте и повторяйте. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. How are you? How are you? Вообще, полная фраза. How are you getting home? Но зачастую в обычной речи мы с вами фразы редуцируем, то есть сокращаем их. От английского слова to reduce – уменьшать. Редукция. Вообще редуктора, вы знаете, есть повышающие, есть понижающие. Но в английском языке to reduce – это уменьшать. Диалог. Диалог. Диалог по-английски – dialogue. Диалог. Давайте запишем этот диалог по-английски. Записать – to write down. To write down. А списать доски – copy. To copy. Поэтому я вам говорю, да, смотрите. Please copy it. Copy it. Что сделаете? Спешите скопируйте. Диалог. На одном из языков слово copy – copy – это ребенок. Красиво. Так. Диалог. Встречаемся утром. Встречаемся утром. Как вы делаете? Как вы делаете? Как вы делаете? Очень хорошо. Вы делаете? Я хорошо. Спасибо. И вы. И вы. И вы. И вы. И вы. Вот через слэш я пишу разные варианты ответа на вопрос How are you? И вы. Все. И негативные ответы мы с вами даже сегодня записывать не будем, не нужны. Будем давать ответы позитивные на вопрос как дела. Вот не хуже soul soul или not bad. Это ваше. И так. И так. Ну вы рассаживайтесь так как вам удобно. Не стесняйтесь совершенно. Спокойно. Ищите местечко. И так. И так. Давайте разбираться. И так. Давайте разбираться. Встречаются два человека. Встречаются два знакомых. Один другому говорит. Good morning. Доброе утро. Как дела? Ответ. Good morning. И ответ на вопрос. I'm fine. Thank you. I'm fine. У меня все прекрасно. Все хорошо. Все прекрасно. И благодарим человека за то, что он интересуется как у нас дела. Говори. Thank you. Thank you. Это что? Спасибо. Молодцы. Но. Поскольку, поскольку нам задали вопрос, то по Ирику Верну произошла пристройка сверху. Тот, кто задает вопрос, тот психологически пристраивается сверху. А мы вроде бы как в равных психологических позициях. Я буду некоторые психологические аспекты вам коммуникативного общения объяснять, потому что это важно. Для чего это важно? Для того, что вступая в коммуникацию, мы решаем задачу. Ту, которую вы поставили перед процессом этой коммуникации. Эту задачу надо решить. Поэтому определенные психологические нюансы процесса коммуникации, ну, желательно знать. Так будет лучше. Для того, чтобы получить в результате коммуникации то, что мы с вами хотим. Что мы делаем, чтобы не оставаться в более низкой психологической позиции? Мы перебрасываем теннисный мячик на сторону противника. Каким вопросом? Вопросом следующим. And you. А вы. А у вас. Как дела, да? And you. То есть дословно, and you переводится, а вы, но наполнение предыдущее, наполнение контекстуальное. То есть, да? Что было до этого? And you. И отвечаем. I'm fine too. И у меня тоже все хорошо. У меня тоже все прекрасно. Это классика. Это школа. Мне это очень нравится. Но, помимо I'm fine, существует много каких еще ответов на вопрос how are you. Давайте посмотрим их. Например. How are you? I'm fine, thank you. And you. The same here. Можно ответить так. Что значит the same here? Дословно. То же самое здесь. То же самое здесь. Ну, смысл какой? И у меня? Так же. У меня тоже. Это то же самое, например, что сказать вот так. Me too. Вот. Универсальная фраза. Me too. И у меня тоже. Me too. I'm fine, thank you. And you. Me too. И у меня тоже. Или просто кратенько. The same. То же самое. The same. Если что-то из полной фразы выпадает, значит это есть аббревиация, сокращение, редукция. Сокращенный вариант. Ага. Или. How are you? Perfect. Что значит perfect? Прекрасно. Прекрасно. Перфектно. Лучше не придумаешь. Perfect. Very good. Very good. Very good. Верхние звуки на нижнюю губу. Very. Very. Верхние звуки на нижнюю губу. То есть вот не сюда, вот не very, а верхние звуки на нижнюю губу. Very good. Very good. И видите, я стараюсь и слово good не оглушаю звонкую конечную согласную. То есть я произношу ее звонкой. В английском языке нельзя оглушать звонкую конечную согласную. Если мы с вами звонкой конечную согласную оглушаем, слово может поменять смысл. Это свойство английского языка, свойство английской фонетики. Например, скажите, пожалуйста, по-английски кровать, постель. That. Вот видите, кто-то сказал that. Да? Что мы сделали сами? Мы взяли и оглушили звонку конечную согласную. Конечно, изолировано, если мы будем оглушать звонку конечную согласную смысл, слово поменяется. И тогда мы хотим сказать кровать или постель bet, а сказали bet, и тогда отдельно это будет спор пари. Поэтому не let's go to bet, а let's go to bet. Пойдем спорить, например, да? То есть вот эти вот вещи надо учитывать. Но когда мы с вами говорим, как бы, ну, гешталь закрываем, то есть говорим полностью законченное предложение или песни поем, совершенно спокойно можно делать оглушение. В этом ничего страшного не будет абсолютно. То есть мы уже догадываемся о смысле слова уже контекстуально. Но если слово вырвано из контекста, все-таки желательно произносить четко, как по фонетике. Кровать – bad, плохой – bad, в спор пари – bad. Ну и так далее. Далее – good. Good. Скромно, на вопрос кого я отвечаю – good. Хорошо, да? Хорошо. So, so. Так себе. Так себе. То есть уже у человека есть некий такой, знаете, призыв к помощи. Призыв к помощи, да? So, so. Так себе. По-французски, если поймите, извиняй. Комси, комси. Песник зачастую, вот это, в припевах обычно поется в французских. Окей. So, so. Ну или вот так. Not bad. Not bad. Тоже неплохо. Неплохо. Скажите, пожалуйста, где мы с вами остановимся, отвечая на вопрос how are you? Вот ниже чего опускаться не будем? Good, bad. Ну, вот very good, good. Вот ниже этого не нужно. То есть посылаем сообщение в космос, что у нас все хорошо. То есть подтягиваем ситуацию к тому, что сказали. Ну и как я вам сказал, дидактический прием повторяем три раза, извините, это будем делать с вами постоянно. Значит, смотрите, в любом случае, как бы я вам не говорил, что вы совершенно спокойно повторяете за мной, не контролируя свое произношение, но все равно вы как бы внутренне этот контроль будете осуществлять. Наша сейчас с вами задача превратиться в детей. Вот не быть отягощенным предыдущим опытом. Повторяйте пока, как можете. Родители своих детей, которые вот только начинают говорить, они на них не ругаются. А потом происходит чудо. Ребенок совершенно спокойно, четко начинает говорить так, как говорили все мы взрослые. А потом я какие-то корректировки уже в процессе буду вносить. Теперь, пожалуйста, повторяйте за мной. Вы знаете, что русский язык? Пожалуйста, повторяйте за мной. Я уверен, что вы знаете эту фразу. Проверяйте. Попробуем. Попробуем. Доброе утро. Доброе утро. Как дела? Как дела? Доброе утро. Я хорошо. Спасибо. И вы? Я хорошо. Спасибо. И вы? Я хорошо. Я хорошо. Я вас зацвину. А дальше здесь. И вы? Я тоже. Я и все. Именно. Именно. Я очень. Много. Остаться доброй. Очень хорошо. Очень хорошо. Мне тоже. У меня также. А это жеmentimo. Мне не хорошо. Очень хорошо. Я очень хорошо. Спасибо. Спасибо. И ты? Меня тоже. Меня тоже. Меня тоже. Так же здесь. Так же здесь. Так же здесь. Так же. Очень хорошо. Очень хорошо. Так же. Не плохо. И последнее время. The third time. The last time. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Вот, например, кто-то из вас не знает, что я сказал, что означает фраза and the last time. Но по сути, что я сказал? Последний раз. Видите, не обязательно знать язык, чтобы понимать вообще, о чем идет речь. Надо быть очень хорошо, быть вовлеченным очень хорошо и глубоко именно в ситуацию. Так же. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. I'm fine too. The same here. Видите, немножко так по-американски. Англичане говорят, the same here. А американцы, the same here. Вот у них этот звук, он зачастую озвучивается. Чаще озвучивается, чем нет. The same. The same. Perfect. Perfect. Ага. Будет у нас с вами такое глагольное время. Present perfect. Шикарнейшее время. Very good. Very good. 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 So, so. So, so. Not bad. Not bad. Скажите, пожалуйста, какой из этих звуков, ну, более сложный, на ваш взгляд. The same here. Вот эта вся фраза да сей, ну, так ты потрясающе произнесли ее, ну, будет повышать самооценку тогда, ладно. Смотрите. Ну, почему-то, вот эти вот две буковки, которые передаются звуком, вот таким, для нас является, этот звук почему-то считается сложным. Он считается сложным по одной простой причине, потому что в нашем языке такого звука нет. Зачастую спрашивают обучающиеся, а, примерно, на какой русский звук этот звук английский похож? Я говорю, не на какой. Что же мы должны сделать для того, чтобы правильно произнести, правильно, научились правильно произносить данный звук? Необходимо правильно расположить органы речи. То есть, установить наш артикуляционный аппарат и выдохнуть соответствующий звук. Скажите, пожалуйста, что является органами речи? Язык. Зубы. Зубы. Губы. Губы. Гнёба. Гордань. Гордань. Всё правильно. А руки являются органами речи? У нас только розы, в смысле. А? У нас только розы, в смысле. Так. Как? Что, Егор? Мимика. Мимика. Умничка. Мимика, фантомимика, жесты и эмоции. 95% общения. Речь только 5%. По секрету говорю. Молодец, Егор. Знаете, есть пословица? Человек хочется всю жизнь... А, человек хочется два года говорить, и всю жизнь что? Молчать. Правильно. Молчать сложнее. Я вам не завидую. Как у вас столько мужества хватает. Вы молчите. Слушайте. Вот. Хорошо. Итак. Значит, ставим правильную артикуляцию. Артикуляционный аппарат. Звук примитивный. Просто примитивный. Это надо вот прямо изначально принять. Итак. Расположите кончик языка между верхними и нижними зубами. Зубы. Зубы сильно не сжимайте. Мы с вами должны оставить маленькие, маленькие там щелочки, чтобы звук выдувался, выдувался, да? Оставьте, вытащите кончик языка. Вот в этой артикуляции, в таком положении языка, произнесите русский звук «ссс». Это так называемое шепелявое «ссс». Шепелявое «сссс». Все, все очень просто. А второй звук вот такой. Этот звук похож на пленье овцы. Смотрите, «thank you», «thank you», «thank you», «thank you». Смотрите, не «thank you», «thank you», «thank you». Хотя это все равно будет воспринято адекватно. Потому что мы же благодарим человека, правильно? Ну и что, вот так ухо на вас, и что же будет от нас 100% ждать звука «сс»? Нет. Кто-то «thank you», кто-то «thank you», кто-то «fink you». Но правильно по-английски «thank you», «thank you». А от глагола «to thank» что делать? «благодарить», «благодарить», «молодцы». «I thank you», или редукция «thank you», «благодарю вас». Значит, чему мы научились в этом разделе? Мы научились с вами здороваться, используя время суток. Мы научились с вами отвечать так же, как здороваются с нами. Мы научились задавать вопрос «как делаем». Мы научились строить переспрос «а у вас?» И отвечать, и договорились, что ниже «very good» ну или «максимум good» мы с вами опускаться не будем. И научились говорить «спасибо», «thank you». Выучили два звука. Звук «в», ставим верхние зубы на нижнюю углу, да? «В», «в», «very», «very», «в», 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 «very». И выучили, как произносить правильно межзубный звук, который образует буковки английские «ти» и «и». Звук «сэ», 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 «сэ». «Thank you», «thank you». «Any questions?» Мой вопрос «any questions» переводится «Есть ли какие-нибудь у вас ко мне вопросы вот по данному разделу?» «No questions». Окей. «If no questions follow through». «If no questions follow through». «Если нет вопросов, то что делаем?» «Следуем?» «Куда я?» «Дальше. Молодцы!» «Please repeat after me. «As you can». «Please repeat after me, as you can». Пожалуйста, повторяйте за мной, как вы можете. «A house». «A house». «A house». «A house». «A house». «Have a look and repeat». Смотрите и повторяйте. «Annois». 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 «Вижу уже в ваших глазах вопрос «сы». «Буквально еще пять-семь карточек, я с удовольствием на этот вопрос отвечу». «А файл». «А файл». «А файл». «Э файл». «Э файл». «Э файл». «Изменилось что-нибудь?» «Превратился неопределенный артикль во что-то другое?» «И файл». А файл. Э файл. А ка. Э ка. И ка. То есть вот мы как что-то знакомое слышим или видим, нам становится уже психологически что? Комфортно. А что-то незнакомое, но тоже правильное, и все равно уже психологически комфортно, дискомфортно, да? Объясню сейчас, все объясним. А тикет. А тикет. А тикет. А тикет. Как привыкли, так как говорится. Но объясните, объясню. Вот этот феномен лингвистический объясню. Next one. Следующее слово. А лето. А лето. А лето. А лето. Ну или это эти, а лето. Это тоже самое. А тейбл. А тейбл. А тейбл. А тейбл. А мэссэнш. А мэссэнш. А мэссэнш. А мэссэнш. Усложняем. А не мэйл мэссэнш. А не мэйл мэссэнш. А не мэйл мэссэнш. А не мэйл мэссэнш. Теперь давайте переведем эти слова. А хаос. А хаос. Молодцы. Давайте переведем дом. Дом. То место, где мы с вами что? Женем. Молодцы. А нотис. А нотис. А что это? Офис. Офис. А что, какой офис? То место, где мы работаем. То место, где мы работаем. А файл. А файл. А файл. Что такое файл? Это файл, это файл. Да? Вот. Файл. Или законченный объем информации на электронном носителе. Молодцы. Машина. Или автомобиль. А теперь смотрите, какое интересное явление. Если мы с вами говорим машина, то с точки зрения русского языка это имя существительное какого рода? Женского. А если мы говорим автомобили? Мужского. Вот в английском языке, в отличие от русского, нет рода. Ни мужского, ни женского, ни среднего. Это язык безродный. Это гораздо легче облегчает процесс изучения языка. Потом мы с вами поймем. Атикет? Атикет это что? Билет. А вот теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, любое слово, что в русском языке, что в любом иностранном, и в английском в частности, имеет одно значение или несколько? Несколько. А от чего это зависит? От контекста. А теперь по моему любимому советско-российскому грузинскому философу Мирабу Константиновичу Мамардашвили, я это часто очень цитирую в своих занятиях. Скажите, пожалуйста, от чего больше у слова значений или смыслов? С вас. С вас. Вот кто у меня был на предыдущем занятиях, не было никого. Я как бы первый раз это слышу, что я говорю, да, Сергей? Или нет? Объясните, почему смысл больше у слова, чем значений? Ну, по какому критерию? Ну, потому что мы вкладываем это слово. Умничка. Именно так. Вот количество значений у слова ограничено. И оно ограничено чем? Ну, скажем, словарной статьей. Чем толще словарь, тем больше значений. Но все равно эти значения ограничены. Ограничено. А количество смыслов безграничено. Потому что каждый человек вкладывает свой личностный смысл в то или иное слово. Только ему известно. Помните такую песню? По-моему, по Ни Эм. Ну, я могу ошибаться. Именно так. One way ticket. Если мы берем прямой смысл. Прямой смысл, да? И говорим. I need a one way ticket. Мне нужен что? Билет какой? One way. В один конец. А если это, ну вот, общение такое романтическое. Причем не самая лучшая его часть. Когда было зарождение отношений. Продолжение отношений. И завершение отношений. Да? И один... Одна из частей этих общений. Или один из частей этих общений. Говорит. One way ticket. Please. Билет куда? В один конец. То есть, сожжем мосты. Вы понимаете? И тогда тикет уже, как бы, имеет некие другие значения. Я, знаете, очень люблю в этой ситуации приводить следующий пример. Давайте я сейчас его запишу. И мы с вами его обсудим. Чтобы уже с первого занятия подходить к такой сложной проблеме, как перевод, более зрело. Более зрело. Вот предложение. That cat will not jump. Давайте посмотрим на это предложение с точки зрения прямого перевода дословного. That cat will not jump. Ну, во-первых, мы должны открыть словарик и посмотреть, как переводится слово cat. И, открыв словарик, мы увидим, что там основные перезначения. Это кот. Кошка. Потому что нет в английском языке рода. Если мы хотим по роду, по кетбардному признаку, по роду разделить, мы можем сказать так. Female cat. Ну, кошка. Кошка, да? Или кот. Male cat. Или he, cat, she. He, cat. Можно и так. Если уж где-нибудь пишем сказку, и там назрела такая необходимость. Либо это представитель семейского кошачьего. Вы понимаете? А вот такая фраза проскочила. That cat will not jump. Так кошка или тот кот что? Не прыгнет. Ну, вряд ли нас, скажем, в бизнесе при деловом общении будет волновать, прыгнет так кошка или не прыгнет. Хотя, может быть, мы занимаемся вот транспортировкой кошек, да, редких пород. Но тогда, конечно, волновать нас этот вопрос будет, чтобы их правильно, так сказать, перемещать из точки А в точку Б. Но представим себе бизнес-ситуацию. Вот два человека проводят переговоры, и один другому говорит, that cat will not jump. Как бы вы интерпретировали значение данной фразы? Ну, акции могут не прыгнуть в этом вверх. А что, Юрий? Акции могут не прыгнуть вверх. Может быть. Кстати, а почему бы нет? Почему бы нет? Редко, но такие ответы бывают. Кто еще что-то может сказать? Дело не пойдет. Так. Настя? Дело не пойдет. Умничка. Прям смотришь в коре. Так. Казима Бродков, да? Зрит в корень. Этот номер у вас не пройдет. Не удастся меня что? Провести. Понимаете? Вот такой смысл. Складывать. Это здорово. И поэтому, видите-ка, каждый человек свой личностный смысл вкладывает в то или иное слово. Но не волнуйтесь. Мы, естественно, с вами изначально будем брать ядерное или радикальное значение слов. То есть вот. Их первые, вторые значения. А потом потихонечку уже делать смещение на смыслы. Следующее слово. A letter. A letter. Это у нас с вами что? Письмо. Или? Буква. Письмо или буква. А-тейбл. 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 А-тейбл это что? А-тейбл. Ага. А стол столу розни. Вот если мы на этот стол постелим скатерть и выставим ядство, тогда это будет что? Именно а-тейбл. А если скатерть берем и опять аргументы разложим, то у нас а-тейбл превратится во что? А-тейбл. 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 А-тейбл это таблица. А-тейбл. 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 Это было совершенно непривычно для тех, кто, может быть, несколько ранее учил английский. Хорошо, хороший вопрос, спасибо большое. Вопрос частотный, даже вопрос люди задают очень часто. Вот дело в чем. Дело в том, что в английском языке имена существительные... Кстати, что такое имя существительное? Имя существительное. Это часть речи, которая отвечает на вопрос «Кто? Что?» Молодцы. И вот в английском языке, в отличие от русского языка, имена существительные делятся на исчисляемые, ну и неисчисляемые. Нетрудно догадаться. Скажите, что значит имя существительное исчисляемое? Можно посчитать. Скажите, мел нужно посчитать? Нет. То есть мы будем считать кусочки. Но смотрите, мы тогда будем считать не мел, а что кусочки. А вот изначально мел мы с вами не посчитаем. Мед посчитаем? Баночки. Нет. Тогда будем считать баночки. И не важно, что там внутри, все равно баночка, да? То есть сыпучие, ну, такие моменты. Есть имена существительные исчисляемые и неисчисляемые. Скажите, пожалуйста, имя существительное автомобиль исчисляемое? Можно. Конечно, исчисляемое. Можно сказать, один автомобиль, два автомобиля, три автомобиля и так далее. Их можно посчитать. Поэтому правило. Если имя существительное исчисляемое единственного числа, то перед ним необходимо употребить изначально неопределенный артикль. То есть вот это слово называется в языке артикль. Ну и уточнение, какой артикль неопределенный. А теперь то, что я сейчас скажу, пожалуйста, запишите. Обязательно. Обязательно запишите. Артикль-служебное слово. Слово служебное подчеркните. Артикль это служебное слово. Точка. Употребляется или ставится перед исчисляемыми именами существительными единственного числа. Употребляется или ставится перед исчисляемыми именами существительными единственного числа. Если что-то не успеете записать, подсмотрите сюжет и восстановите. Там легко будет это место найти. Теперь философская суть артикля. Вот это двойную, а то и вторую рамочку надо взять. Артикль придает мысли точность. Вот это квинтэстенция артикля. Артикль придает мысли точность. Неопределенный артикль. Как вы думаете? Догадайтесь. Как переводится на русский язык? Он может быть и не явно переводится, но это подразумевается. Какой? Молодцы. Именно так. То есть неопределенный артикль является артиклем классифицирующим, относящим предмет к классу ему подобных. То есть никоим образом классифицирующий артикль этот предмет из класса ему подобных не выделяет. Автомобиль. Какой-то автомобиль. Итак, неопределенный артикль переводится на русский язык «какой-то». «какая-то», «какой-то». Перед именами существительными множественного числа не употребляется. Перед именами существительными множественного числа в английском языке неопределенный артикль называется нулевой. Там пустое место. Итак, артикль и имя существительные – это два слова. Это два слова. Но, Елена, поскольку мы сказали, что артикль – это служебная часть речи, служебное слово, то никоим образом ударение на него не падает. А если на него ударение не падает, то сказать «э-как» – ну, скажем так, не совсем корректно, если мы с вами вот смотрим на данную проблематику с высот английской грамматики и фонетики. Поэтому, как любое неслужебное слово, мы произносим его слипно со словом «главным». Смотрите. «Пока». 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 То есть я даже не выделяю. «Пока». Например, как этот звук произнести? Выпишу русское слово. Давайте прочитаем. «Потолок». На какой слог, на какую буковку ударили? На третий слог. «Потолок». А как мы эти две буквы «о» произносим? «Через А». Да. Через безударное «А». Вот так. Раз, два. «Потолок». А теперь смотрите, Елена, ведь в каких-то частях нашей, наверное, Родины человек может произнести это слово и «потолок». От этого же «потолок» он не станет, поэтому правильно человек произнес или неправильно. А он произнес так, как принято в той местности, в которой он проживает. Поэтому «ОКО», «ЭКО» вопросов нет. Почему как бы это на начальном этапе сложно объяснять? Ну и тем более, я думаю, со школы. Понимаете? Потому что в психологии есть такой феномен, как выбор из одного. Вот если выбор из одного, ну, например, все бы пользовались сотовыми телефонами такой фермы. Ну там, ферму «Панасоник». И других бы сотовых телефонов что, не было? И у нас бы с вами не было головной боли по выбору марки телефона. А поскольку, поскольку выбор велик, то мы с вами зачастую не можем прийти к определенному мнению. То есть спрашиваем что-то мнение, суждение, листаем каталоги, выбираем те опции, которые нам нужны. То есть если решаем задачу, то самый простой вред, когда есть выбор из одного, тогда проблем не возникает. Но мир трансцендентен, многообразен в своих проявлениях. И вот вам, пожалуйста, казалось бы, такое явление, как артикль, и то вызывает вот некие неоднозначности. Зачастую, если мы хотим сделать акцент вот сюда, именно на то, что автомобиль некий, тогда мы этот артикль можем прочитать так, как эта буква произносится в алфавите. Эйка. Некий автомобиль. Сделав акцент именно в некость. Сделав акцент в классификацию. Акк. Акк. Некий автомобиль. Now let's have a five-minute break. All right.